Хорошо держится. Ну, собственно, как и акриловые краски. Вот у нас появляются бордюрчики, которые не только разграничивают цветные части, но и создают некую динамику общему образу рамки для зеркала. Мне нравится все больше и больше наш результат. Я закончила. Закрывай фломастер. Теперь мы будем укладывать сюда на клей зеркало. Ну, наконец-то, мы дошли до этого момента. Продолжение следует... Зеркало приклеено, и теперь нам осталось, как мы и договаривались, сделать кант. Да. Собственно, самого канта я не вижу, как он у нас получится. Для этого мы берем шнурок и вдимаем в него проволоку. И прям руками это получается вдеть? Да, это не очень быстрый процесс, но рано или поздно мы ее завершим. Хорошо. Ну, тогда и начинай. Итак, через какое-то время мы получаем вот такой результат. Проволока введет в шнурок, а поскольку щели у нас здесь большие, то нам нужно сделать из этого шнурка тройной шнурок. То есть мы просто это будем скручивать? А проволока внутри делает шнурок гибким? Да. И фиксирует тройной шнурок на своей основе. Для того, чтобы его скрутить, мы будем использовать шуруповерт. Для того, чтобы зафиксировать кант, мы воспользуемся жидкими гвоздями. Хорошо. Жидкие гвозди сегодня у нас держат все. Да. Снимай. Будем наносить прямо на зеркало. Да, на зеркало и в щели между ракеткой. Заполнять их. Ну, а пока мы наносим клей, следует сказать, что работа наша подходит к концу. Еще совсем немного. И от прежней ракетки, старой ракетки, не остается уже практически ничего, кроме как небольшого кусочка дерева. У ракетки появились морские мотивы, синий-белые цвета, кант веревочный. Получается очень здорово. Клеим? Да. Ракетки изготавливались из натуральных материалов отличного качества. И сегодня, благодаря своей конструкции, они чаще всего используются как рамы для фотографий или зеркал. Мы выбрали последние. Для начала заказали в мастерской зеркало, которое нам обрезали и подогнали по размеру. Для последующей окраски хорошо зашкурили деревянную поверхность ракетки. Краски выбрали акриловые, светлых тонов, перламутровый и голубой. По-моему, отличное сочетание. После того, как все просохло, мы вырезали и приклеили картонный задник, который будет удерживать зеркало, и дополнительно укреплять раму. Кстати, натянутые струны ракетки выполняют роль своеобразного каркаса. На них-то и крепится само зеркало. Также при помощи качественного клея. Износившуюся ручку мы оплели синим жгутом, затем пустили его в несколько рядов по окантовке зеркала. Вот такая несложная работа, а в результате получаем эксклюзивную, дизайнерскую, единственную в своем роде вещь. Итак, работа завершена, и у нас есть даже возможность сравнить, что было и что в итоге получилось. Получилось просто потрясающей красоты ручной работы зеркала с кантом в морском стиле. Ну, работа супер. Супер качество, супер просто. У меня нет других слов. Мне очень нравится. Антон, спасибо тебе большое. Мне осталось только это вручить хозяину, Ивану. Я надеюсь, ему понравится так же, как и мне, и он найдет достойное место в своем доме. Передавай ему привет. Обязательно. Спасибо тебе большое. Иван, что скажете, хочу узнать ваше мнение по поводу того, что получилось. Не ожидал, что вы сделаете зеркало, честно. Я думал, ну, композиция, еще что-то. Ну, вот я как мужчина к зеркалам отношусь иначе, чем женщина. Поэтому для меня это не столь важный атрибут дома. Но получилось отлично. Получилось лаконично. В принципе, просто там вы ее не разобрали по дощечкам. Все осталось как было, с одной стороны. Да, и ракетка угадывается, и зеркало, и здорово. Я рада, что вам понравилось, и также надеюсь, что и ваша супруга, и ваши дети.